Всех приветствую дорогие друзья на канале Радиолюбитель ТВ. Сегодня у нас выпуск товаров из Китая для любителей создания роботов или других каких-нибудь электронно-механических устройств. Я вам расскажу какие основные модули нужно приобрести и где их выгоднее всего на Алиэкспрессе купить. Создать своего робота сейчас может каждый. Никаких знаний суперэлектронщика или супермегахакера здесь не надо. А роботы и другие механические устройства могут быть не только интересными, но и можно сделать их полезными в быту, сделать как говорят умный дом. Итак, многие сейчас создают электронно-механические устройства на базе микроконтроллера Ардуино. Ардуино это такая плата, к которой подключаются все ваши модули, датчики, колеса, какая-либо механика для роботов. И она, то есть ее микроконтроллер со всем этим взаимодействует, то есть всем этим управляет. Самая классная плата для новичков, кто начинает учиться этому всему, это плата Ардуино Уно. На ее базе вы можете создавать устройство, обучаться, а уже рабочее устройство можно будет делать на такой вот плате Ардуино Нано. Она более компактная, а выполняет все те же самые функции. Что такое Ардуино и как с ним работать, у меня есть уроки на канале, можете их посмотреть. На Алиэкспрессе эти платы можно купить всего лишь за 200 рублей. Ссылки на них и на все сегодняшние товары из выпуска я оставлю в описании под видео. Кстати, если вы покупаете на Алиэкспресс, то наверное уже сталкивались с тем, что продавцы сначала сильно завышают цену, а потом делают фальшивую скидку. Это особенно заметно в дни распродаж. И чтобы не напороться на такое и найти самовыгодное приложение, я советую вам воспользоваться расширением АлиРадар. Вот его страничка, расширение устанавливается одной кнопкой. После того, как мы его установили, внизу слева появляются значки, жмем этот значок доллара и он показывает динамику цены. Как видите, последние месяцы, 21 сентября, цена тут завышается, то падает. Типа есть скидка на товар. То есть сейчас цена упала, как видите, скидка тут 5%, и сейчас можно брать этот товар. Так что это расширение поможет вам сэкономить. Также тут есть рейтинг продавца, вот смотрите. Здесь продавец, который я вам посоветовал, высокая стопроцентная надежность. Всего 1% покупателей остались недовольными за последние 3 месяца. И также расширение может найти похожие товары. Здесь вот он нашел датчики влажности. Так что просто устанавливайте АлиРадар в браузер или в смартфон, и проверяйте товары перед покупкой. Ссылку я оставлю в описании под видео. Следующим товаром у нас будет шасси для роботов. В него входят 4 колеса, 4 моторчика, приводящие в движение эти колеса, прозрачный корпус, которому крепятся эти колеса, и есть отверстия для других модулей и устройств для этого робота. Передвижные роботы на колесиках очень интересная тема при работе с Ардуино. Набор купить можно всего за 860 рублей. Следующим модулем для роботов у нас будут, конечно же, сервоприводы. Сервопривод – это механизм с электромотором, который можно попросить повернуться в заданный угол и удерживать это положение. То есть это привод, которым можно управлять параметрами движения. Так что сервопривод – это, пожалуй, самый главный компонент в робототехнике, в электромеханике. На его основе можно сделать любые механические движения вашего робота. Самые популярные сервоприводы – это такой маленький сервопривод SG90. Он нужен для работы с небольшими весами. Есть еще такой большой сервопривод MG995. Это уже более надежный, технологичный привод для серьезных проектов. Маленький можно купить всего за 100 рублей. Большой вывод подороже будет стоить около 250. Кстати, есть такая еще интересная штука – тестер сервоприводов. Он генерирует сигналы для сервоприводов, у него есть три режима работы и очень легко использовать. Так что вы всегда сможете проверить работоспособность ваших сервоприводов с помощью этого тестера. Стоит он всего 100 рублей. Далее я хотел бы сказать о такой роборуке. Это алюминиевая рука. Она совместима с сервоприводом MG995, тот, который большой. И с помощью нее можно зажимать и отжимать различные штуки. То есть область ее применения ограничивается вашей фантазией. Размер ее примерно 10 на 10 сантиметров. Купить такую роборуку можно за 300 рублей. Следующий модуль для создания роботов – это у нас ультразвуковой датчик расстояния. Это будут, так сказать, глаза нашего робота. Датчик этот определяет расстояние до объекта, ну, например, от стены, передает информацию в микроконтроллер, а тот решает, что нам делать дальше – поворачивать направо, сделать сальто или заорать тревога. В общем, сделает то, что вы запрограммируете. Датчик может измерять расстояние от 2 сантиметров до 4,5 метров. В общем, интересная штука для экспериментов. Купить его можно будет всего за соточку. Следующим элементом для роботов у нас будет шаговый двигатель. Основная его фишка в том и отличие от обычного двигателя, что у него поворачивается вал на определенный угол заданной программы и с заданной скоростью. И все это делает он быстро и точно. Его можно применять там, где требуется высокая точность перемещения вала, ну или точная скорость перемещения. В общем, для роботизированных устройств самое то. Для шагового двигателя потребуется драйвер. И цена их не вместе с заставкой составлена всего 200 рублей. Ну и также хотел бы вам посоветовать плату расширения. Эта плата расширения предназначена для Arduino Uno, и она увеличивает число пинов, которые можно к ней подключить. То есть к нашему устройству можно будет подключить больше датчиков, больше модулей и других элементов. Может вам пригодится для создания крутого робота. Стоит она всего 800 рублей. Ну и конечно наших роботов нужно чем-то питать. И отличным решением для этого будут аккумуляторные батареи 18650. На Алиэкспресс их нужно брать с осторожностью, чтобы не нарваться на некачественные. Но вот в этом магазине по ссылке в описании аккумуляторы хорошие и многим нравятся. Там их выгоднее брать пачками по 8, по 16 или по 4 штуки. Выбирайте сколько вам надо. И тогда также посоветую хорошее зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов. Оно сможет заряжать сразу 4 штуки. Но для расширения возможностей нашего робота еще советую такой набор. 37 датчиков и модулей для Ардуино проектов. Здесь есть самые различные датчики. Лазерный, датчик угарного газа, всякие датчики расстояния, звуковые датчики, пищалки, переделки, различные индикаторы, светодиоды, модуль реле даже есть. Если хотите подробно о нем узнать, у меня был обзор этого набора на канале. Думаю наборчик стоящий и пригодится для ваших устройств. Тем более что купить его можно за 700 с небольшим рублей. Ну и последним товаром на сегодня я хотел бы вам порекомендовать уже готовый крутой робот на Ардуино. Вам его остается только собрать и влить программу для функционирования этого робота. Причем программу можно влить несколько под различные задачи робота. Можете даже придумать свою какую-нибудь функцию. Этот робот сможет огибать препятствия или сможет обомерить типа черной линии на белом фоне. Также у него есть Bluetooth модуль и можно будет управлять с помощью пульта или даже через мобильный телефон. Весь набор будет стоить 2300 рублей. Там есть все необходимое для создания этой робот-машинки. Все ссылки на сегодняшний товар вы найдете в описании под видео. Пишите в комментарии, что на Алиэкспресс еще есть полезного для создания роботов. Хотели бы вы, чтобы я снял еще выпуск на эту тему? Ставьте лайк, если вам понравилось сегодняшнее видео и обязательно подписывайтесь на наш канал Радиолюбитель ТВ. У нас скоро продолжатся Ардуино уроки и вообще будут много интересных видео. Ну а пока, всем пока!